Тень прошлого 202 год старой эры. Как это случилось? Спросил важного вида единорог, не отрываясь от работы с бумагами, которую он перекладывал и подписывал за своим канцелярским столом. Ну это... Один из земных пони рабочих снял кожаную кепку и принялся мять ее копытами. Новые клапана только поставили, погнять под нагрузкой еще не успели, а тут давление подскочило. Ну мы и того, котел отсекли, значится. Он снова напилил кепку на голову. А клапана-то эти бракованные оказались, мы с ребятами потом глянули, там втулка на два копыта отстает. Это к делу не относится. А, ну да. Так это, короче, давление в трубах-то скинуло сразу, ну вот болты и срезало, и клапаном этим работающую тампони, как к снарядам. В общем, вот. Мне же доложили, что двое погибших. Стриганул ухом управляющий, с недовольным видом вчитываясь в очередной документ. А, ну да, это... Кивнул рабочий, снова сняв головной обор. Понятно, та была пегасихой, работала на монтаже конструкции, значится. Ну и вот, она же вместе с мужем к нам работать устроилась, так он, как это дело увидел, к ней сразу бросился. А у нас же сирена орёт, пар струячит, мы, не разобравшись, ёмкость-то и того стравили. Как по инструкции положено. Ну, в общем, его струя пара и того. Когда мы, это, его нашли, с его иных крыльев перья чуть не сами отваливались, так его обварило. Вот. Да, жалко. Эти двое были полезны на высотных работах, скрючил гримасу единорог. И работали за одну ставку на двоих. Да-ка, и чё с них взять, недавно в город из своей засратой степи? Ну, трудяги те ещё были, ага. Поддержал его мнущийся в дверях кабинета рабочий. Ладно, теперь-то что поделать. На этом всё? Раздражённо вздохнул управляющий. Это, тут и оно, что они же не одни к нам приехали, они жили прямо у нас на заводе. Ну, у них, как бы это сказать, дитё тут осталось, вот. Выдавил земной пони, отходя в сторону. Пришедший с ним второй рабочий чуть подтолкнул вперёд маленького жеребёнка, безучастно смотрящего в пол красными от слёз глазами. Ах да, наконец-то оторвался от бумаг единорог. Я и забыл. Вот же незадача. Эй, малыш, тебя как звать-то? Пегасик медленно поднял на него взгляд и произнёс тихим безучастным голосом. Брайтской. О, да ты девочка, а я было думал пацан. Хм. Управляющий вышел из-за стола, прошёл через комнату и наклонился над осиротевшей малышкой. У тебя в вашей степи остались какие-нибудь родственники, они могут прилететь за тобой? Талиш покачала головой в ответ, хлюпнув носом. Ну что ж, задумчиво постукивая копытом по полу, протянул единорог. Господин управляющий, жалко её в детдом-то отдавать, её ж там наши земные жеребятки затравят. Почесав затылки, изрёк рабочий. Да, и правда. А знаешь что, оставайся жить у меня. Я же твоих родителей на улице, когда нашёл среди ищущих работу, ещё подумал, не пристроят ли тебя куда. Ну так вот, станешь мне помогать по делам, со временем, может, даже и замом станешь, а? Бодро сказал он, протягивая девочке копыта. Больше тебе такого тут в городе единорогов никто не предложит. Подняв к нему заплаканную мордочку, она кивнула, ослабо пожав его копыта. Ну вот и славненько. 195 год старой эры. Посуду помыла? Да. А что там с письмом от банка? Отнестаем ещё днём, говорят, 4-5 дней ждать надо. 4-5 дней, чёрт. Пробурчал бывший управляющий, а ныне целый начальник департамента компании, допивая пиво и вставая за стола. Ленивые ослы, что бы ха? Ладно, выкрутимся. Выкрутимся ведь, как ты считаешь? Брайтская кивнула и тихо спросила. Ну, я тогда свободна на сегодня? Куда? Захохотал он, ловя её зубами за хвост и подтягивая к себе. Пошли, пошли, не дури мне тут. И так настроение паршивое. Мистер Грейхуф, пожалуйста, давайте не сегодня, а? Сегодня я не хочу. Тихо заскулила пегасочка, толкаемая в спину. Ой, да ладно тебе выкобениваться. Единорог простым магическим усилием открыл дверь в спальню и зажёг в ней свет, после чего сделал приглашающий жест копытам. Вздохнув, она вошла в комнату и привычно, более не возражая, легла на кровать. Ну вот, славная девочка. Одобрил её жеребец, снимая и вешая на стул жилетку, предварительно выложив на прикроватный столик карманные часы, после чего забрался к ней. Итак, что тут у нас? Ох! Он громко отрыгнул, наклонившись к ней и наматывая на копыта её хвост. Какая-то ты сегодня тихая, а? А что, если я сделаю вот так? Молодая кобылка зажмурилась от боли и издала тихий писк, что ещё больше завело единорога. Ты должна терпеть, ты должна терпеть, повторяла себе она, содрогаясь всем телом в такт его движения. Наконец, шумно выдохнув, грубо повернув к себе её голову и поцеловав, он слез с неё и вскоре самодовольно захрапел. Лёжа в одной постели со столь ненавистным ей пони, Брайцкая успокаивала себя. Ничего, уже недолго. Скоро мне исполнится 14, с этого возраста можно вступать в права наследования и опекунства. Надо будет только подождать хотя бы пару месяцев, а лучше полгода, и всё. Нет, она не убьёт его, смерть будет слишком лёгким наказанием для того, кто в погоне за прибылью, сэкономив на качестве заводского оборудования, убил таким образом её родителей. И сдавать его, каждую ночь насилующего полностью зависимой от него пони, в полицию она тоже не станет, хотя ей бы хотелось посмотреть на то, как с растлителем жеребят вроде него поступили бы матёрые уголовники в камере. Но нет, она отомстит ему сполна. Ведь всем известно, что земная пони или пегас, вынужденные корябать по бумаге, удерживаемым во рту карандашом или пером, никогда не смогут подделать аккуратный почерк единорога, пишущего магией. Поэтому, когда после несчастного случая со взрывом парового котла мистер Грейхуф останется без языка, глаз, рога и ещё кое-чего, с особой мстительностью отметила она про себя, она сможет получить право на наследование всего имущества и опекунства над ним, показав полиции его дневник, который она медленно, по паре страниц в день, украдко писала уже больше года, зажав его золотую ручку между перьев крыла. Это было чертовски неудобно и сложно, все мышцы спины болели, но зато когда констабли найдут и передадут дальше по бюрократической цепочке аккуратные записи его почерком, в которых он называет её своей приёмной дочерью, правительство будет лишь радо спихнуть бесполезного инвалида на её попечения. И вот тогда, улыбнувшись, представив, как она будет кормить его с ложечки, постоянно напоминая о своих родителях и его любовных утехах, Брайцкая уснула. Неся в зубах ответное письмо из банка, Пегасочка обратила внимание на группу радостно поющих и танцующих пони, они явно были членами новомонного культа двух богинь. Не то, чтобы Брайцкая совсем не чтила этих сестёр о рекорднов, но чтобы вот так, плясать посреди улицы, намалевав себе на крупе какие-то символы. Хотя в газетах пишут, что они появляются у культистов сами по себе, когда те постигают магию гармонии и доброты, усмехнулась она. Наверное, они не слабо при этом обкуриваются, если даже не могут вспомнить, как им на задницу поставили клеймо. Дойдя до конца до дома, она решила сразу закончить с бумажной работой, возложенной на неё начальником. Может успею до его прихода хотя бы полстранички в дневник написать, рассуждала она, идя в кабинет. Какой-то он странный последние дни стал, кстати. Надо быть осторожней, может он о чём-то догадывается. Но в кабинете её ждал сюрприз. Мистер Грейхофф? Вы так рано вернулись, подать обед? Быстро изобразила она приветливую улыбку, лишь затем заметив, что он не просто сидит в кресле, а рыдает. Не веря своим глазам, она подошла к полноватому единорогу и только тут заметила, что у него на крупе появился рисунок, свиток бумаги с пером. Мистер Грейхофф, с вами всё в порядке? Брайтской, я чудовище. Резко вскочил он с места, бросаясь к ней в ноги. Что я делал все эти годы? Как я мог? Я... Я не достоин называться пони. Шокированная пегасочка чуть не упала, когда он обнял и принялся целовать её копыта. Это было совершенно, абсолютно не похоже на скупованные эмоции и жестокого единорога, которого она знала. Он никогда не бывал к ней ласков и не проявлял внешней, по крайней мере, грусти по какому-то не было поводу. А сейчас... Брайтская девочка, я не прошу прощений. Я его не достоин. То, что я сделал, не имеет оправдания. Как я не сознавал этого раньше. Я уже сходил к нотариусу, оформил на тебя всё своё имущество. Оставайся тут жить. Денег тебе хватит. А я поеду на полосатый континент учить ребят-зебр грамотности. Или запишусь с добровольцем в регион и пойду воевать с псами. Может, так я смогу хотя бы частично искупить свою вину? Или ты хочешь, чтобы я сдался полиции? Я создаюсь во всём. Я буду просить у судьи максимального срока. Я отправляюсь на каминаломню, что угодно. Только, пожалуйста, прошу, скажи, что ты не простишь. Нет, ну хотя бы постараешься просто забыть меня. Я монстр. Урод. Юная пони наконец смогла сбросить со своих ног истеричного жеребца. И тот принялся ползать по полу, размазывая копытами сопли и скуля. Эй, мистер Грейхуф, вы пьяны? Может он позвать врача? Пьян. Я впервые в своей жизни трезв. Я могу трезво взглянуть на свои поступки. Боже, как я мог пройти? Я скотина. Я не знаю слов для того, что я с тобой сделал. И врач мне не нужен. Мне нужно, чтобы ты сказала, что мне теперь делать. Что? Мистер Грейхуф. Первый раз в жизни повысила она голос на своего мучителя. Придите в себя. Этот узор на вашем боку. Откуда он появился? С вами что-то сделали культисты? Да что же с тобой такое, гад? После всего, что ты сотворил, у тебя проснулась совесть? Сейчас, когда я так близка к тому, чтобы отомстить? Ты думаешь, я тебя прощу? Ты думаешь, что раз стал белым и пушистым, смерть моих родителей ничего не значит? Думала она, тормошая и пытаясь поставить на ноги ревущего единорога. Они ничего не сделали со мной. Эта метка появилась сама по себе. Несколько дней я чувствовал себя странно. Начинало мучить угрызение совести его. Брайтской, ну скажи же, что не... Она прервала его пощечиной. Мистер Грейхуф, а ну немедленно придите в себя. Да, да, ударь меня. Я заслужил это. Я заслужил что угодно. Раз свирепев, она снова нанесла единорогу удар. Тот даже не попытался прикрыться или уклониться, лишь кивнув в ответ. Тогда она ударила его еще и еще, повлила на пол и стала изо всех сил легать копытами, уже сама не понимая, что творит. Сдохни! Сдохни, мразь! Подохни, гад! Остановившись лишь через несколько минут, она перевела дыхание, потирая свои разбитые до крови копыта. И тут избитый до полусмерти бывший бессердечный насильник приподнялся и улыбнулся ей разбитым ртом. Спасибо, я это заслужил. Что же дальше, ты убьешь меня? Это было бы справедливо, но подумай, нужен ли тебе такой грех на копыта? Может лучше все-таки дать мне подохнуть на рудниках или в бою с псами на границе? Хотя, тебе решать, конечно. Взвыв от ненависти, она схватила со стола горящую керосиновую лампу и со всей силы швырнула ему под ноги. Все ее тщательно спланированные планы мести разрушились самым неожиданным образом. Жертва сама хотела, чтобы ей отомстили. И что же делать дальше? Сколько времени прошло перед тем, как она пришла в себя, Брайцкая не знала. Оглянувшись по сторонам, она поняла, что находится в маленьком грязном скверике минутах в десяти ходьбы от дома, со стороны которого, кстати говоря, к нему поднимался столб дыма. Интересно, я убила его или он смог выбраться из огня? Хотя едва ли, я помню, как у него трещали ребра. Значит, я не только не замучила эту мразь, но даже не запомнила последние моменты его жизни. Пегасочка устала, опустилась прямо на землю. А я ждала этого больше пяти лет. Как только узнала, что именно произошло в тот день на заводе и почему. Как только поняла, что же такое он делает со мной по ночам и чего я добилась в итоге. Ее прервало вежливое покашливание из-за спины. Повернувшись, она увидела перед собой радостно улыбающуюся пони. Привет, ты в порядке? Я могу чем-то помочь? А ты кто? А-а-а-а, кивнула Брайская, заметив улыбающееся солнышко на крупе незнакомки. Нет, я верю в старых богов и не интересуюсь вашими. Я тут вовсе не за этим. Улыбнулась еще шире та, указав копытом себе за спину. Проследив за ее движением, Пегасочка увидела очередь из грязных и оборванных земных пони, выстроящуюся перед полевой кухней, за которой стоял жеребец, изображенный на крупе поварешкой. Еще несколько культистов помогали подняться с земли совсем уж опущенного вида бродяги, жестами подзывая себя на помощь товарищей. «Мы стараемся помочь всем, кому это необходимо», — ласковым голосом предложила улыбающаяся пони. «Мы верим, что только так можно добиться счастья для всех». «Счастье для всех?» — горько усмехнулась Брайтской. «И для лицемеров, подлецов, насильников, убийц тоже?» «Для всех», — кивнула та. «Ибо любой пони может исправиться к лучшему, получив благословение божественных сестер, Кьюти Марку». «Кьюти что?» «Кьюти Марку. Так мы называем наши символы, выделяющие особый талант и наделяющие радостью». В который раз улыбнулась собеседница Пегасочки, поворачиваясь к ней боком. «Я считаю, что моя обозначает то, что я должна нести радость и тепло другим. Я получила ее, когда в моей жизни все было серо и безнадежно. Видишь ли, я была наркоманкой уже несколько лет. Сперва бодряк трава, затем... Она чуть подняла ногу, показывая уже начавшие заживать надрезы. «Сейчас я, наверное, уже была бы мертва. Но полгода назад на меня снизошло озарение, и моя жизнь наполнилась радостью. Я впервые за несколько месяцев наркоманского бреда, прерываемого лишь ночными вылазками за новой дозой, открыла ставни на окнах и взглянула на солнце, которое нам дарит божественная Селестия. И с тех пор я исцелилась, и теперь помогаю другим». «Так значит, эти ваши кьюти-марки действуют сильнее ночной пыли и напрочь помрывают мозги». Брайтская наконец поняла, что же случилось с мистером Грейхуфом. «И делают из любой мрази славную пони?» «Можно сказать и так, хотя мы предпочитаем...» «Горите вы все в аду!» Злобно прошипела о пешившей собеседнице Пегасочки, вставая на ноги. «Прощайте и забывайте, сколько вам влезет, но не суйтесь со своим искусственным добром ко мне!» И она поплелась, прихрамывая, в сторону ближайшей улицы. Она не знала и не хотела знать, куда и зачем. 192 год старой эры. Брайтская курила с девочками, сидя за столом в комнате отдыха. «Кстати, вы слышали? Говорят, производство сигарет сворачивают». «Что за пред?» «Да, да, меченые же почти не курят». «Меченые, ха? Их уже больше, чем нас. Скоро они нас начнут называть пустобойкими». «Не суть. Главное, они почти не курят и не пьют, и не трахаются. Так что заводы терпят убытки и закрываются». «И что теперь? Закупаться про запас?» Их разговор прервала заглянувшая в комнату мадам. «Девочки, работаем». Быстро докурив и затушив сигареты, они, натянув дежурные улыбки, гуськом вышли к клиенту. Брайтская уже очень хорошо научилась по первому взгляду определять, что перед ней за фрукт и кого он, скорее всего, выберет. Например, вот этот толстоватый, немолодой потеющий жеребец, явно был кем-то вроде клерка среднего пошиба, судя по всему, почувствовавшего зудкию Тимарки, возникающей за несколько дней до того, как появляется метка, и решивший погулять напоследок, пока моральный кодекс ему это еще позволяет. А значит, выберет он самую примечательную из них, такую, с какой у него больше никогда не будет шанса. «О, у вас даже есть пегасочка! Отлично! Нет-нет, других не надо!» Мысленно поставив себе плюсик за наблюдательность, Брайтской застенчиво улыбнулась клиенту, прикрыв лицо крылом. Это всегда безотказно срабатывало на подобных ему, это она тоже устроила очень хорошо. За день солнце успело прогреть металлические листы пологой крыши, и теперь Брайтская лежала на них, раскинув крылья, или не выкурила, глядя в небо. Выхода на крышу в хлипком, многократно перестраивавшемся домике, приютившем их в бардак, не было, и потому она считала это своим местом. Никто из многочисленных земных пони и редких единорогов, снующих по этому бедному кварталу, не мог подняться сюда или хотя бы увидеть пегасочку. Тут она часто думала о жизни, правда, мысли выходили сплошь какими-то невеселыми и однообразными, как и сама жизнь, впрочем. За последние годы она успела понять, насколько же бредовым и невыполнимым был ее детский план жуткой мести. Да что уж там, если бы он и сработал, все равно она, наверное, попросту не смогла бы так поступить с другим пони, пусть даже таким гадом. Да и родители ее, которых она уже плоховато помнила, все-таки не были лично убиты им, несчастный случай на фабрике. Сколько подобных случалось каждый день. Правившие балы единороги никогда особо не заботились о благополучии рабочих пони, «Ну, такова жизнь. Рано или поздно все изменится. Мы ведь уже не носимся по полям в латах, молотя друг друга шипованными подковами ради клока земли. Значит, когда-нибудь научимся и не губить друг друга ради повышения прибыли. Наверное. Если, конечно, эти сектанты раньше не превратят всех вокруг в жизнь радостных идиотов». Рядом захлопали крылья, и металл-крыша прогнулся под чьим-то весом. Закрывшись копытом от садящегося солнца, Брайтская оглянулась на незваного гостя. Им был хорошо сложенный красавчик Пегас, темно-серого, с синевой цвета, бискюти-марки. «Привет!» «Отвали!» Рассмеявшись, он подошел ближе. «А ты не слишком-то приветлива. Что, в этом городе два Пегаса без меток уже не могут просто поговорить?» «Был бы ты с меткой, поговорила бы». «А, так ты из этих...» Раздосадованно протянул он. «Нет. Просто если не улыбнуться в ответ меченому и не прощебетать что-нибудь радостное, он начнет изводить тебя вопросами, что же не так. А с чистыми вроде тебя можно быть честной». Незнакомый Пегас звонко расхохотался от такого ответа. «Ха, то есть тебе приятнее говорить с чистым пони, чем с меченым, потому что его можно сразу послать?» «Рублю откровенность». «Кем же ты работаешь с такими взглядами?» Брайтская, наконец, раздраженно выплюнула сигарету и решила разок ответить развернуто, чтобы разом отшить его. «Я шлюха в притоне, на крыше которого мы сейчас торчим, и целый день изображаю чувства, которых не испытываю, поэтому сейчас для разнообразия говорю откровенно. Все, ты доволен?» «Хо-хо-хо», — поднял брофиос-обеседник. «Ну и ну». «Тебе еще что-то нужно?» «А ты не хочешь спросить, кем тогда работаю я?» «Нет». Брайтская отвернулась от назойливого жеребца. «А я, между прочим, подпольщик». «Ха, да, а я тогда Грифон», — фыркнула она. Впрочем, снова повернулась к незнакомцу. «Нет никакого подполья. Есть только мы и они, и их становится все больше». «И как? Ты уже решила, чем займешься, когда получишь свою кьюти-марку?» «Какая разница, если это буду уже не я? Вот пусть та пони об этом и думает». «Ты мне нравишься. Эээ, как тебя звать?» «Брайтской. Но я сейчас не работаю. Обратись к пышной пони желтого цвета с коричневой гривой на переднем этаже». «Лайтнинг Сторм, и я не это имел в...» Его прервал громкий взрыв, раздавшийся откуда-то со стороны рынка. Пегасочка поднялась на локти, пытаясь разглядеть, что там стряслось. С крыши было отчетливо видно облако дыма, поднимающегося над тем местом, где грохнуло. «Что это?» «А, это? Это акция подполья, в котором я не состою, так как его нет». Спокойно ответил он. «Брайтская вскочила с места, заново осмотрев гостя». «Ты... Ты это серьезно?» «Могу даже сказать, кого и за что мы только что грохнули, только желательно сперва убраться отсюда. Скоро полицейские начнут прочесывать тут все. Хочешь со мной?» Он сказал это так просто, как будто предлагал ей сходить вместе прогуляться, и при этом обворожительно улыбнулся. Брайтская поймала себя на том, что никогда прежде не видела такой искренней и завораживающей улыбки. «Так значит, вы боретесь?» «Смеченными, этими паскудами из числа единорогов, которые, еще будучи чистыми, присоединились к ним, рассчитывая на высокое положение в будущем. Хотя начинали мы именно с единорогов, еще до распространения кьюти-марок». Он прервался, чтобы осмотреть небо. «Давай быстрее только думай, ладно?» Пегасочка потрясла головой. «Нет, погоди, это бред какой-то. В подполье так не вербуют». «А как тогда, по-твоему, в него вербуют?» Он снова обескуражил ее своей улыбкой. «Ну, вам же нужны определенные личностные качества». «Ты молодая, тертая жизнью, честная, но хорошо умеешь подделывать эмоции. А главное вот». Он похлопал ее по-чистому от кьюти-марки Круппу, за что сразу же получил копытом в лицо. «Если ты думаешь, что я получаю от своего занятия удовольствие...» «Ох, прости, не хотел тебя обидеть». Миролюбиво ответил Пегас, потирая скулу копытом. «Итак, ты, к тому же, находишься не на своем месте, при этом решительной и с отлично поставленным ударом. Тебе нужны еще причины?» Брайтская ненадолго задумалась, после чего впервые за весь разговор, а может и за многие годы, искренне улыбнулась. «Сейчас, захвачу кое-какие вещи». И, сделав пару быстрых шагов, чтобы взлететь, поняла, что в ее комнатушке нет ровным счетом ничего, что ей было бы действительно нужно. «Впрочем, ну его, полетели?» «Да, кстати, когда ты ударила меня, и то, что я сделал перед этим...» Хитро улыбнулся Пегас. «Да?» «Оно того стоило», – проговорил он, взлетая с места. «Ах ты!» Она рванула следом за довольно хихикающим жеребцом, не оборачиваясь больше назад. 189-й год старой эры. Брайтская лежала в засаде на чердаке богатого дома, осторожно поглядывая на улицу через узенькое окошко. Рядом с ней, незаметно пронесенный по частям и аккуратно собранный, лежал на тряпочке мушкет, переделанный из охотничьей модели для единорогов. До прохода цели мимо ее позиции оставалось еще минут 10, и она, чтобы унять неизбежное волнение перед операцией, думала о чем попало. Впрочем, все мысли ее в итоге сводились к Лайтнингу. Он стал ее проводником в новую жизнь, полную опасности и суровую, но в кои-то веки обретшую смысл. Его лучезарная улыбка придавала ей сил в любых обстоятельствах, и в подвале, когда в двух шагах над головами цокали копыта полицейских, и на совещании подпольщиков, на котором решались важнейшие вопросы, и когда он учил ее правильно вкручивать детонатор в бомбу. Да, она теперь убивала, убегала и пряталась, подбрасывала анонимные письма и снова убивала. Романтика революционных речей не затмила перед ней этого простого факта. Они – террористы и убийцы. Но она успела хорошо узнать своих жертв, достаточно, чтобы не испытывать к ним жалости. Казнокрады, взяточники, лицемерные лживые торгаши, еще более лживые политиканы. И меченые, охотно сотрудничающие со всеми ними, оправдывая это тем, что в будущем даже самый последний подлец сможет стать образцом доброты и порядочности. «Не сможет», – говорила она, нажимая на курок или бросая бомбу. Она часто задавалась вопросом, все ли их организация делает правильно, но то, что что-то с этим прогнившим миром надо делать, и это что-то отнюдь не всепрощение, проповедуемое аликорнистами, вот это она знала точно. А Лайтнинг, он поддерживал в ней эту уверенность своими красивыми, продуманными речами, днем. А ночью слова были не нужны. Так рано и столь многих познавшая до этого, лишь с ним она узнала, что плотская любовь может приносить невероятное удовольствие. Лишь в его объятиях, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить спящих рядом боевых товарищей, она познавала настоящее наслаждение. Он мог быть невероятно, фантастически нежным, а мог брать ее грубо, как дикий зверь. Но всегда делал именно то, чего ей хотелось, угадывая это каким-то шестым чувством. Или просто им всегда хотелось одного и того же. Ее размышление прервал стук подков с улицы, по ней проскакала маленькая земная пони с кьюти-маркой в виде песочных часов, на секунду остановилась, чтобы сбить с копыт прилипшую грязь. Это был знак, что цель приближается. А пони являлась их агентом. Кьюти-марка была лишь нарисована на ее шерсти. Они решили использовать одну из самых распространенных и ничего не значащих. В самом деле, что мог бы означать песочные часы? Задумалась Брайцкая, беря оружие и взводя курок. Но вот из-за поворота улицы показался небольшой кортеж, и она прогнала из головы все лишние мысли. 183 год старой эры. В комнатушке было темно и накурено, по кругу ходила большая металлическая кружка с тройкой, настойкой пьянящих трав на крепком спиртовом растворе соли. Такое сочетание могло с одного глотка свалить с ног любого непривычного к подобному пони. На них оно почти не действовало. Наконец, часовой впустил последних нескольких пони, которых все ждали, и Лайтник начал собрание. «Братья и сестры, вы все знаете, в каком мы сейчас положении». Он скривился и взялся за трубку, торопливо вдыхая наркотический дым, чтобы хоть как-то унять боль. Сердце Брайцкое защемило от осознания того, как же страдает ее любимый, а она не в силах что-либо сделать, чтобы помочь ему. Между тем, лидер подпольщиков отдышался и продолжил. «Настали суровые времена, а я... Я скоро больше не смогу продолжать борьбу. Поэтому я решил поставить вас всех в известность о вот этом письме». Он показал всем красивый конверт с печатью парламента. В нем говорится о том, что поскольку спикеры и почти все парламентарии теперь являются носителями кьюти-марок, они придерживаются единства по любым важным вопросам и полностью доверяют их решению принцессам-ригентам. Кхм, ну и формулировочка. В общем, то жалкое подобие демократии, которое установилось в нашей стране полвека назад, приказало долго жить. Теперь оликорны официально самые главные. Собравшиеся никак не отреагировали на это. Всем и так давно было ясно, что переход власти к всенародно обожаемым сестрам лишь вопрос времени. Лайтнингсторм, между тем, глотнув еще дыма, продолжил. Но важно, конечно, не это, а то, что они постановили своим последним декретом касательно нас. Я, как прочитал, сперва не поверил. Так вот, они обещают подполью полную амнистию, если мы сложим оружие. Всем, даже вам и мне. И комфортабельный домашний арест до тех пор, пока мы не получим кьюти-марки. После чего, липовые документы и новую жизнь. И никто не будет знать, чем мы занимались, пока не стали меченными. Это провокация! Пробасил могучий пегас со шрамом через всю грудь. Им нельзя верить! В том-то и дело, дружище, Хель, что нет. Я проверял о ней, правда готовы простить нас. За все. Вот теперь в комнате поднялся шум. Все спорили, ругались, удивлялись. Лайтнинг постучал трубкой о стол, и собравшиеся разом стихли. Так вот, я уже не могу личным примером повести вас за собой на дальнейшую борьбу, но и требовать пойти на смерть тоже не вправе. Поэтому предоставляю вам каждому решить для себя судьбу, свою и своих пони. А теперь, если позволите, я выйду передохнуть. Скривился он от боли, подавая знак Брайтской. Пегасочка сразу подскочила к любимому, подставив плечо и помогая выйти на свежий воздух. Никто из громко споривших подпольщиков не придал его уходу и тому, что он оставил на столе свою трубку особого значения, кроме старого вояки Хейла. Но тот лишь кивнул на прощание боевому товарищу, ничего не говоря. «Ты как?» озабоченно спросила Брайтской. «Ничего, уже отпустила». Благодарно кивнул он ей. «Давай-ка взлетим вон на то облако, чтобы нам не мешали». Вступив на упругую влажную поверхность, Лайтнинг снова скривился от боли. «Все, дальше тянуть уже нельзя». «А ты точно уверен?» прошептала Тит Пегасочка. «Да, ветерок», нежно ответил он, потершийся ее шею. «Я и так уже все внутренности сжег чертям этой отравой, еще дальше повышать дозу. Все равно подохну, но только выблевывая собственные кишки. Уж лучше так». Она заплакала, прижавшись к широкой груди любимого, на который уже столько раз находила утешение. Но сейчас ждать его было неоткуда. «Прости, что ухожу раньше тебя, солнышко, но...» Тут он заметил, что его копыта непроизвольно вкапывается в поверхность облака, выгребая наиболее темные сгустки. «Черт, ненавижу. Всю жизнь больше любил белые облака. И почему мое клеймо обязательно должно было совпадать с моим именем?» Тихо плачущая Брайцкая потянула его за крыло. «Я вместе с тобой, любимая». «Не спорь, я уже решила». Тяжело вздохнув, Пегас обнял свою подругу и нежно приподнял ее мордочку за подбородок, указывая на заходящее солнце. Красиво, правда? «Как в тот день, когда мы встретились». «А знаешь что, думаю, у меня еще есть пара минут до того, как эта гадость окончательно меня сломит». Улыбнулся он, косясь на свой и пока еще чистый круг. Пегасочка ответила ему улыбкой сквозь слезы и завалилась на мягкую поверхность тучки, увлекая любимого за собой. Они любили друг друга нежно и вместе с тем неистово, как будто стараясь насладиться друг другом с запасом на всю жизнь. Хотя как раз ее-то у них впереди и не было. «Ну ладно», нежно целую подругу, сказал Лайтнинг. «Не стоит затягивать, а то еще превращусь в одного из них в полете и успею затормозить». Что-то щелкнуло, и жеребец встал, неторопливо направляясь к краю облака. Брайцкая попыталась подняться следом за ним, но что-то удерживало ее. Она обернулась и заметила блеск цепочки облачного якоря, вбитого вглубь их тучи одним концом, а другим защелкнутого на ее ноге. «Лайт, не смей!» истошно закричала она, пытаясь вырваться. «Прости, Ветерок, но ты еще нужна мне тут», он говорил уже с явным трудом. «Некоторые из наших решат остаться. Им нужен лидер. Хелл не сможет, у него симптомы начали проявляться сразу после меня. Все надежны на тебя, родная». «Нет, не оставляй меня!» Пыталась освободиться Пегасочка, хоть и понимала, что техномагическую погодную машинку, созданную специально для буксировки облаков, вырвать не удастся. Проще уж ломать защелкнутый на ее ноге браслет. «Будь с ними до конца, пожалуйста!» «Дай им то, что не смог я!» «Это облако сейчас начнет опускаться!» «Покричи, и тебя скоро услышат и освободят!» Он в последний раз улыбнулся и своей невероятной улыбкой. «Я очень, очень люблю тебя!» «Прости!» Сказав это, Пегас прыгнул с облака, не раскрывая крыльев. Брайтская забилась в истерике, до крови сдирая кожу вокруг прикованного к облаку копыта и истошно крича. 182 год старой эры. Сморщившись, она все-таки выпила содержимое стакана. Едкая горечь спустилась вниз по пищеводу, вызывая спазмы. С огромным трудом, сдержав рвоту, впрочем, где-то через полчаса ее все равно вырвет, но уже кровью. Проицкая села за стол расшифровывать полученное недавно послание. Во всем их сопротивлении осталось от силы несколько сотен Пегасов, максимум несколько тысяч, если брать по всей Эквестрии. Земные единороги давно сдались, и лишь свободолюбивые крылатые пони продолжали держаться. Пока еще. Уже практически все они пили яд чистоты, чудовищный коктейль из сока одного ядовитого жгучего растения и черти знает какой еще химической гадости, который сдерживал появление Кьюти Марки. Он был в свое время разработан одним из членов их движения, единорогом, гением химии. Никто уже не знал его точного состава, но запасов пока что хватало. Проблема была в другом, организм постепенно привыкал к нему и вырабатывал иммунитет, поэтому дозировку надо было постоянно повышать. В итоге пони рано или поздно или не выдерживал и сдавался, или просто умирал от отказа половины внутренних органов. Ежедневная доза Брайтской уже была близка к критической. Она не сразу приняла его смерть и согласилась прекратить попытки суицида и восклавить остатки их сил. Но теперь же все позади, очень скоро она тоже умрет. Умрет свободный, чтобы не жить рабом. Она много думала над тем, правильно ли она поступает, пока не стала замечать, как ей нравятся птицы, какое удовольствие смотреть и ухаживать за ними. Птица она всю жизнь не любила и как только поймала себя на том, что помогает Чите Воробьев строить гнездо, начала пить и от чистоты. И вот уже очень скоро он ее доконает. Как знать, может Лайт ждет меня в облачных чертогах Седого Пегаса? Думала она, выписывая в столбик коды с шифровки. Ждет, ага, как же, не дождется. Если бы настоящие боги существовали, разве допустили бы они, чтобы какие-то оликорны, живущие на земле, завладели душами всего их народа? В ее комнате, постучавшись, вошел часовой. Командир, к вам посетитель. Я же сказала, что занята. Вам лучше увидеть его. Странным голосом произнес тот и исчез за дверью, пропуская вперед гостя. А что за черт? Это что, измена? Удивилась Брайцкая, вставая навстречу вошедшему Пегасу. Кто вы такой? Что вам нужно? Приветствую. Можете звать меня просто Тень, улыбнулся он. И я принес вам хорошие вести. Времени у нас в обрез, так что скажу прямо. Я знаю, как остановить появление ваших кьюти-марок. И как убить Селестию заодно, не подскажешь? Ухмыльнулась командующая подпольем. Со временем, бесстрастно ответил гость. А чтобы не тратить время на объяснение, я лучше продемонстрирую. Сказав это, он окинул взглядом комнату, и неожиданно вся мелочь, лежавшая на столе Брайцкой, бумаги, карандаши, лупа, линейка и прочее в этом роде взлетели в воздух. Как? Только и спросила она, потирая глаза. Но тут же пришла в себя и выхватила из-под стола небольшой самодельный пистолет, направив в гостя. Кто ты, черт возьми, такой? О, у вас есть оружие. Отлично, убейте меня. Что? Ну же, вам ведь не впервой. Просто нажмите на курок, желательно целись в грудь, хотя в голову тоже можно. Брайцкой потрясла головой. Вы безумец? Что все это значит? Да стреляй же ты! Улыбнулся зловещий пегас, и в следующую секунду нож для резки бумаги, висевший в воздухе, воткнулся в стену совсем близко с ее шеей. На одних рефлексах она навела оружие прямо в сердце гостя и нажала курок. Пошатнувшись, он сел на пол, после чего, как ни в чем не бывало, улыбнулся. О, хороший калибр у этой игрушки. Можно какое-нибудь полотенце или что-то, кровище же хлещет. Значит, вы можете спасти нас от крем Селестии, тихо ответила Брайцкая, опуская оружие. Она просто не могла позволить себе удивляться. Если судьба делает тебе подарок, надо за него хвататься. Да, я могу дать вам это, наряду со всем остальным, что вы сейчас видели, и многим другим, вроде вечной молодости. Улыбнулся гость. И что вы попросите взамен? Ага, как проницательно. На самом деле, практически ничего. Вам просто придется перестать быть независимыми индивидуумами, превратившись в часть чего-то большего. Разумеется, свобода воли у вас при этом сохранится, иначе это была бы, по сути, та же кьюти-марка. Ах, да, и своего имени у вас уже не будет. Точнее, вы сами от него откажетесь, но разве это так уж важно? Не частью чего же нам предстоит стать? Выдохнула Брайцкой. В ответ ее собеседник хитро ухмыльнулся. Вы верите в божественность оликорнов? Первый год старой эры. Нас атакуют! К оружию! Кричал бегущий по коридору замка Лакей. Но вот просвистел нож, глубоко воткнувшийся в его шею, и он, перекувыркнувшись, упал прямо к ногам дико завизжащих фрёлин. Затем за ним в комнату ворвалась пегасочка в тёмном комбинезоне, увешанном метательными ножами. Трое стражников, выбежавших на шум, дружно навели на неё свои мушкеты. А ну не с места! Та схватилась за ножи, и комнату сотряс стройной выстрел, подняв громкость визга испуганных пони в новый уровень. Один из стражников подошёл к трупу нападавшей, пока остальные двое начали перезаряжать мушкеты, но тут тело, дрогнув в воздухе, исчезло. «Что за...» только успел произнести он. В следующий миг метательный нож со смачным звуком вонзился ему прямо в глаз, а непонятно откуда взявшаяся террористка запрыгнула на спину другому, быстрым движением перерезав ему горло и отскочив от него ещё до того, как он успел упасть на пол. Третий охранник, бросив бесполезный мушкет, сделал выпад заточенной подковой в сторону противника, и лишь в последний момент заметил, как тот исчез, появившись слева от него, и взмахнув копытом с ножом. Добив того, который ещё дёргался и хрипел с перерезанной глоткой, Брайцкая обратилась к застывшим в ужасе Фрёйленам. «Сегодня сюда были доставлены шесть ящиков с большими круглыми камнями внутри. Где они?» «А-а-а-а!» «Где они?» «М-малая комната магии! Вон туда! Ниже по лестнице вторая дверь налево!» Сжавшись от ужаса, показала копытом одна из пони, и в следующую секунду Пегасочка исчезла в указанном направлении. Во дворе замка раздалось несколько оглушительных хлопков, стёкла брызнули из окон, и Фрёйлены с оплями бросились по коридору, пробежав по луже крови, растёкшейся из-под тела одного из стражников, и оставляя на коврах королевской резиденции красные следы подков. Нулевой год новой эры. Тень до скрежета сжала зубы, казалось, что по крыльям проходят волны боли, она была фантомной, как и скрежут зубов, впрочем, ибо сейчас Пегасочка находилась не в своём теле, но легче от этого не становилось. Стоило закрыть глаза, как воображение сразу рисовало голубое небо, белые облака, яркое солнышко. Скриившись ещё сильнее, она заорала. Это не помогло, но так она хоть не слышала жуткий хор других теней, орущих в темноте рядом с ней. «Хорошо, Найт Мормон, она-то может заблокировать своё сознание», мелькнула у неё мысль в момент успокоения, но вскоре на неё накатила следующая волна мучений. Прошла уже неделя с тех пор, как их восстание, было подавлено, почти все тени убиты, а оставшиеся вместе со своей повелительницей заточены на Луне. Её магия спасла их от космических температур и вакуума, от голода, жажды и даже от времени, но она не могла спасти их от зова неба. А летать в безвоздушном пространстве было невозможно, и теперь они медленно сходили с ума, мечтая о том, чтобы эта пытка хоть как-нибудь прекратилась. Поймав очередной долгожданный момент облегчения, тень подняла глаза к небу, туда, где в нём висела земля. Большая, прекрасная, как раз повёрнутая к ним континентом со знакомыми очертаниями и такая далёкая. Я выдержу. Обещала, сама не зная кому, пегасочка. Я не сойду с ума, я выдержу и вернусь. И отомщу. Волна боли снова захлестнула её, на этот раз поздоровав спасительное забытие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...